Субтитры сделал DimaTorzok Я не думаю, что эти несколько минут будут такими же бессмысленными И я думаю, что вы что-то-то почерпнёте для себя Ну а для тех, кто не видел, то усаживайтесь получше И прислушивайтесь к тем пунктам, которые я буду озвучивать в видео Для достижения этой заветной цели Нагиботь всех за один день Вам нужно иметь команду Да, именно команду Хотя бы с 3-4 игроков Это поможет вам во многом Быстрое добывание ресурсов Кое-какая защита Исключая, конечно, те случаи, когда вы вместе копали И начали алмаз И тогда ваш друг ваш враг Но пишу так Команда действительно самый идеальный путь к мировому госп... Ой, к достижению вашей цели Но я так скажу вам, что 3-4 человека Да, это хорошо Но в принципе можно и вдвоём Но на это, конечно же, потратится намного больше времени Второе Экономия на ресурсах Тут всё понятно Ибо до того, как вы сделаете квант Вы не должны даже думать сделать что-то другое Например, броню для вашей бони Или тортик Рекомендую вам построиться далеко от людей Для этого выбирайте безлюдные места на сервере Но, конечно, если такие остались Ибо, что там говорить Не все любили вайпы Что выявилось то, что теперь практически на каждом топовом сервере Нету вайпов Что призводит к массовому заселению игроков По дороге также спилить несколько деревьев Ну и пригласить им мясника Для того, чтобы зарезать пару коров и свиней Возможно, опсы В зависимости от рецепта рюкзаков Если они, конечно же, есть Ибо жрать-то хочется И также в идеале Один-два стака дерева Много кожи Ну и мяса А теперь сам рецепт Вам нужно будет просидеть в шахте На протяжении двух Трёх А то и четырёх часов В зависимости от того Сколько руды вам посчастливится найти Будьте осторожны Ибо на большинстве серверов Есть карта на сайте Вы не должны спускать своих глаз с ней Ибо если на сервере есть пвп А ну да там есть То высока вероятность того Что кто-то может спуститься к вам в шахту И завалить вас Когда вы копаете Ммм Практика показывает Что с одним монитором Но в двух октах Можно успешно сидеть Как за картой Так и затем Не копаете ли вы под себя Или же не летите на вас Крипер со слюной на морде Не стройте какие-то шедевры Архитектурные мысли На первое время Хватит вырытой пещеры Для небольшого склада С точкой для респауна Сетхоум в народе Насчёт привата То его хватит вполне Даже для одного игрока Ваш дом-лаборатория Не превысит 20-40 тысяч блоков На серверах же Максимальный приват В разных случаях От 50 до 200 тысяч Также не забудьте Заприватить люк Ну или же двери Которые ведут Вашу святая святых Ну и сундуки И желательно Переприватить на всех Ваших друзей Которые вам будут помогать Команда Семодифай Ник игрока Если кто забыл Если на сервере Есть рюкзаки То вы просто должны Их сделать Чем больше Тем лучше Но я думаю Что по одной Две штуки Каждому из команды Если же нет Или запрещены То вам придётся Шаманить с хоум Сетхоум Варп Или же просто Ставить сундук Койпоинт И идти копать дальше Но практика Показывает Что это не так важно Потому что Вашего инвентаря Вполне хватит Для того Чтобы забить его Теми ресурсами Которые будут вам В давнейшем нужны Что же выбрать Шахта Или пещера Спросите вы Конечно же пещера В пещере Вы всегда найдёте Больше добра Так что смело Ищите дырки Похуже на клэндайки Ресурсов Десятое Само число Оно действительно Снакшибательное И возможно Неподъёмное Как может показаться На первый взгляд Но я уверяю вас Оно того стоит Вам придётся накопать Около Шести стаков Угля Четырёх Или же пяти Стаков Железа Около Пяти Шести Стаков Меди А то и больше Около Пяти Стаков Олова Один Два Стака Свинца Если же вы играете С версией Экспериментала То есть Один Шесть Четыре Около Десяти Стаков Редстоуна Два Или Три Стака Лазурита Двадцать Тридцать Алмаза Да Цифра большая Поэтому лучше попытайтесь Зачарить кирку На удачу Три Если не получится То то хоть На какую-то удачу Если нет То тогда Обирайте Самые Эффективные Схемы Для копания Но Также Хочу сказать Что в принципе Если в шахту Отправится Два Или три Человека То найти Двадцать Тире Тридцать Два Алмаза Довольно Таки Реальная Идея Или же Реальная Задача Также Хочу сказать Что Если вы играете С экспериментальным Индустриал крафтом То Алмаза Понадобится Немного больше Возможно Где-то От сорока Штуки Больше Ну и конечно же Пятнадцать Тридцать Два урана По возможности И стак Два Светопыли Теперь Когда вы накопали Нужное число Ресурсов И пришли домой Ну как пришли Приползли Смело Расширяйте Свою пещеру По желанию Но я бы посоветовал Такую компоновку Четыре блока В высоту Сорок В длину И двадцать В ширину И пока вы втроем Или же вдвоем Делаете приборы Перерабатываете ресурсы Все такое Один человек Идет в ад За светопылью И лавой По желанию Для энергии Сначала воспользуйтесь Банальным генератором На угле Если же вы заказали Вашему походщику В ад лаву То можете не ждать И он конечно ее просрет А если донесет То это будет не быстро После того Как вы сделаете Все приборы С энергохранилищами Конечно Продолжайте развиваться Вам будет нужен Мать его Ядерный реактор Да Именно этот дур Обеспечит вас энергией И даже самый яростный Энергопотребитель Будет вам завидовать После этого Делайте генератор материи Простой булыжниковый Ну или же снежковый Завод С ресайклерами вместе Да Спросите вашего друга Снеговика Где берутся снежки И он как-то вам должен Это объяснить Потому что Снежки у него Постоянно таки есть Под ногами Если же не получится Сделать Или же просто Невозможно это сделать На вашем сервере То придется Немножко Позадротиться С ядерным реактором Потому что С помощью его Вы можете сделать Несколько материй Которая поможет Сделать уже Какие-то улучшенные Солнечные панельки Либо же еще что-то Или еще какой-то Источник энергии Так что Ищите альтернативу Я это нашел В солнечных панельках Вместе с реактором Это все давало Довольно неплохое Довольно неплохие Горичество энергии Которые помогли сделать Материю для кванта Ну и последний штрих Нано броня А потом О боже Что вы говорите Правда что ли Квантовая броня На последний Вам понадобится 280 материй Так что Если ресурсов хватит Можете сделать Два генератора материи Два булыжниковых завода Но я не думаю Что это так важно Потому что Два генератора материи Ой как много будет Энергии тратить Так что Строите один генератор материи По возможности завода Если нет То пользуйтесь тем Что я говорил Раньше Да Самая генерация материи Процесс очень длинный И поэтому Где-то он забирает Времени довольно долго Где-то от 4 до 5 часов Но не отчаивайтесь Можете поставить Вашего раба друга Или же Не знаю Сами постоять Возле генератора материи На протяжении этого времени Да Это очень долго И все такое Но есть же все таки Антифико Брррр Также Мониторьте чат Зачастую там появляются Неплохие предложения Но остерегайтесь Мошенников И не попадайте в ловушку Лучше первый раз Телепортируйтесь Без вещей А только потом с ними Если увидели Что нету Никакой опасности Для вас И ваших ресурсов На все это Мне и моей команде Ну как команде Мне и моему другу В общем-то В нас команде Было аж 2 человека Очень много Хватило где-то Аж 8 часов Да Это очень много Но если бы Например Нас было трое Хотя бы То это время Было бы меньше Если бы четверо То вообще существенно меньше Так что я думаю Что вы запасетесь терпением Ибо наибольшее время Занимает тупо Процесс генерации материи Это где-то 4 Или же 5 часов Это да Очень много Но опять же Вы можете Уйти от компьютера Если же там Кое-что сделаете Да я уже вам говорил А так что я думаю Что у вас все получится И да Всем спасибо за просмотр Думаю что подпишитесь Поставите лайк У меня кроме таких видео Есть еще и летсплеи Да смотрите Их там на канале есть Так что да Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока Видео уже закончилось Но ты Можешь подписаться на канал Нажав на такую большую кнопку Тут Либо же под видео А так же посмотреть Другие ролики Которые я выложил До этого момента А лучше сделать и то и другое Так что давай Быстрее Быстрее Я в тебя верю Давай 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 Субтитры сделал DimaTorzok